Всем привет! Сегодня будем устанавливать SystemBug последней версии 1.93 на Debian 9.5 с рабочим столом Gnome. Итак, что для этого нужно будет? Вот под каждым моим видеороликом имеется ссылка на мой сайт. На моем сайте нажимаете вот на кнопочку CROC, открываете программы для Linux, ищите SystemBug, идете вот сюда, и скачиваете, значит, вот таким образом, значит, установочный файлик SystemBug 1.9.3. Когда вы это дело сделали, значит, он у вас скачался, ну вот у меня он в загрузках. Теперь, значит, нужно будет выполнить, значит, некоторые, скажем так, команды. Установка SystemBug, вот установка последней, как говорится, версии SystemBug, который поддерживается Debian. Здесь, значит, вот у меня зелененьким, вот было. Причем загрузки-загрузки, все правильно. Вот открываем терминал. Но здесь вот есть вот такая вот особенность на Debian. Если я просто вот что-то там буду пытаться делать, не получится ничего. Надо вначале набрать вот так вот супер-юзер, супер-пользователь, парольчик завести. Вот я попадаю вот сюда. И вот уже находясь здесь, значит, я могу спокойно, значит, вот перенести эту команду. Затем, значит, я могу выполнить вторую команду. Третью команду. И, собственно говоря, установочную команду SystemBug. Поскольку у меня Debian, я выбираю единичку. Единичка. Ну, вот таким вот образом. Значит, ну что. Теперь, значит, займемся программой SystemBug. Давайте-ка мы ее на свет божий. Выведем. Вот она. Вот здесь я сделаю ее значком запуска. Тут единичку заведу. Значит, ну, я уже настолько намаялся с русификацией, и каждый раз с кракозяброй, поэтому я сразу бегу вот сюда, настройки, и меняю язык на английский. Если вы хотите заняться, как говорится, полной русификацией, флаг вам в руки, вишенки, всю информацию найдете. Вот она здесь есть. Вот. И читайте там подробно, там, что там, как нужно дальше делать. А мы же, вот, я сделал две отметки, две галочки вот здесь поставил, и поставил английский язык. Выключаю. Выключаю. Ну вот. Теперь, значит, я запускаю SystemBug. Завожу пароль. Что? Значит, ну, давайте, значит, создадим живой изообраз. Сейчас 7.56. Ну вот. Так вот и будем делать. Итак, создание, создание образа закончилось. Заняло это около 16 минут. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Создался образ 2.21 и в двух форматах, в своем и в изо. Ну, теперь давайте подключим виртуальную коробочку. И к ней подключим наш изообраз. Так, где у нас тут домашняя папка? Нам бы еще повыше подняться. Вот в Home. Вот этот изообраз. Давай 4 гигабайта. Откроем. Окей. Запустим. Ну, можно нажать Enter. Ну, можно нажать Enter. Вот появляется окошко входа. Здесь, значит, мы единичку наберем. Так что, как видите, образ грузится на виртуальную коробочку. Ну, а правило, знаете, что если созданный изообраз грузится на виртуальную коробочку, то этот образ создан правильно и его можно записать на флешку, а с флешки установить на жесткий диск компьютера. Вот практически вот такие вот перипетии установки программы SystemBug. А теперь давайте полюбопытствуем вот еще что, чтобы, как говорится, всем была ясна тут мысль. До апреля прошлого года программа поддерживалась создателем этой программы господином Кендеком. В прошлом году, в апреле, он просто-напросто известил всех пользователей программы, что прекращает дальнейшие разработки и поддержку этой программы. А здесь мы видим, вот, 1.93. Так что же это такое? А вот что это. И кому нужно, как говорится, сказать большое спасибо от русскоязычных пользователей. Это, значит, итальянцу Франко Каниди. У него, значит, никнейм Эдмонд. Вот он занялся дальнейшим, как говорится, дальнейшей поддержкой программы SystemBug. Если раньше она на 9-ку не ставилась, то, сами видите, все здесь, как говорится, ставится. Ну, для любителей русского языка, тут дальше почитайте, как можно там сделать ее русскоязычной. Но менюшка все равно будет у вас на английском языке загрузочная. Вот. Мне хватает и обычной. Таким вот образом. Значит, самая последняя версия программы SystemBug. На Debian 9.5 ставится безо всяких проблем. Вот тут надо посмотреть подробности. Вот, посмотрите. Вот. Debian 9.5. Stretch. Вот у меня параметры, значит, у меня самый обычный, средний руки, скажем, настольный компьютер. Вот. Ну, тем не менее, все ставится, все работает. И SystemBug поставился без проблем. И образ создался нормально. И загрузился в виртуальную коробочку. Ну, мне, значит, писал тут как-то датчика. Вот Андрей Овчаров мне писал, что у него девятый пакет вообще не установился. Появилась масса зависимости ошибок. И он откатился, значит, обратно на версию 1.8. Здесь он указал, что у него вот девятка гном. Значит, вот у меня, значит, каким-то образом, но она встала. Поэтому, значит, вот, обращаясь к Андрею Овчарову, значит, я могу сказать следующее. Что здесь может быть? Скорее всего, здесь имеет место, что, может быть, у вас до этого уже было много программ установлено. И поэтому, значит, получились неудовлетворенные зависимости и так далее. Я же поставил SystemBug в самой последней версии на самый свежий, значит, Debian 9.5 гном. И, как видите, вот результат налицо. Все нормально и все работает. Ну, ладно, значит, ссылочку. Остальные видео, остальные программы ставятся без особых там напрягов. Ну, Konki Manager ставится так же, как для Debian 9 версии. Там через две команды. Все остальные программы ставятся нормально. Единственное, что вот здесь, в этой версии, вроде бы и называется Debian, а установщика Debian-овских пакетов здесь не было. И установщик Debian-овских пакетов GDB я поставил через Synaptic. Вот практически и все. После этого у меня, значит, скачал свежую версию виртуальной коробочки. Ее поставил, ExtensionPack поставил к ней. И теперь у меня практически любые, значит, тут ставится нормально все. Ну, вот с терминалом здесь вот такая заковыка. В терминале, когда зайдете, вначале надо написать SU, SuperUser, SuperPользователь. Нажать Enter, завести единичку. Ну, а потом уже пытаться там ставить самые различные команды. Вот, в принципе, такие вот особенности. Ну, и, очевидно, на моем железе, ну, вот такая вот штука, ну, у меня со всеми Debian'ами такая штукенция. Сейчас покажу. Так, вот, ETC. Так, давайте-ка я поищу. Вот, Network Manager. Вот. Значит, в Network Manager у меня, значит, не было вот этой строки. И поэтому интернет вообще не цеплялся. Поэтому я в корневом режиме ввел, значит, в этот файлик вот, вот эту вот строку. В квадратных кавычках Device, Wi-Fi, точка Scan, тире RAND, тире MAC, тире ADDRESS, равно NO. После этого, значит, сеть стала нормальной искаться. И все было нормально. Ну, это, очевидно, мое же Intel'овское железо. Вот так вот воспринимают Debian'овские файлики. Ну, если у кого-то проблемы для того, чтобы зацепить Wi-Fi на Debian'е, ну, можете попробовать, вот, моим опытом воспользоваться. Я не гарантирую, что у всех оно там все будет получаться. Вот. Но вот лично у меня, значит, это дело, значит, помогло. И еще, значит, одна наиболее частая, значит, такая вот ошибочка. Я посмотрел по SystemBuck'у. Вот что я вам покажу. SystemBuck не создает образ. Вот мне как-то написал Алексей Саламатин. Создал образ. У него там из-за образа был порядка там 6 гигов. Естественно, он получил его в формате S-B-LIFE, а из-за никак. У меня такая штука как-то была, и у меня помогло вот что. Вот в эту папочку я залез, и содержимое папочки Mount я просто-напросто все там поубирал. После этого снова запустил SystemBuck, и у меня получился нормальный образ 2.6 гига. В двух форматах S-B-LIFE и IZE, ну, как и положено ему быть. Вот, в принципе, основные такие мои замечания по установке SystemBuck, и по Debian 9, значит, версии Stretch. Я думаю, что этого будет вполне достаточно. Все остальное, как говорится, делается штатно, или, значит, через Synaptic, или через установщик программ. Вот тут тоже есть графический установщик программ, хороший. Вот, ставите через них, и практически большинство программ у вас нормально будет ставиться, и нормально будет работать. Вот. У меня, по крайней мере, оно нормально все работает. Вот в поисковой тут строке заводите то, что там вы ищите, или так по категориям пройдетесь, посмотрите, и будет все у вас нормально. Ну, ладно, значит, я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok